Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Подготовка к пуску пристроя ХАЯТ. Региональный чемпионат молодые профессионалы. Спортивный праздник для ветеранов станции. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка на сегодня 27 миллиардов 627 миллионов киловатт-часов, что составляет 97,6% задания ФАС. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. Три энергоблока в работе, суммарная нагрузка 3205 мегаватт, диспетчерская графика выполняется. Выработка электроэнергии за 19 дней февраля составила 1,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработано более 2,76 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 212 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В конце ноября прошлого года на пристрой ХАЯТ была разрезана и установлена в упаковочный комплект хранения первая отработавшая тепловыделяющая сборка. Это ключевое событие стало началом реализации масштабной, утвержденной на уровне государства, программы по переводу отработавшего ядерного топлива Смоленск АЭС на более безопасное и надежное сухое хранение. В этом году перед коллективом смоленских атомщиков поставлена задача начать опытно-промышленную эксплуатацию при строе ХАЯТ, наладить поточное производство и планово производить разделку отработавших тепловыделяющих сборок. В настоящее время на объекте завершены строительно-монтажные работы, смонтированы практически все технологические системы, идет организация зоны контролируемого доступа и физической защиты. Выполняются пусконаладочные работы на технологической цепочке номер 2. В настоящий момент, согласно программе поэтапного ввода комплекса систем контейнерного хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом, выполняем подготовительные работы для того, чтобы в начале марта приступить к разделке 71 УТВС. У нас организована круглосуточная работа оперативного персонала, скомплектованы смены, обучены аттестованным персоналам. Для того, чтобы своевременно выйти на качественный и стабильный темп разделки отработавшего топлива, идет усиленная подготовка по всем направлениям. Отлаживается оборудование, дорабатываются инструкции и регламенты, персонал оттачивает навыки управления сложными механизмами. Работа организована круглосуточно, в несколько смен. Оборудование новое, на станции такого нету, по большей части оборудования такого, поэтому оборудование приходится узнавать уже не с нуля, мы уже знаем его. Но каждый раз мы открываем нюансы данного оборудования, где-то технологический процесс изучаем, чтобы у нас во время работы с топливом не было проблем. Как отмечает инженер-конструктор Центрального конструкторского бюро машиностроения Денис Внефатов, на Смоленск АЭС реализована самая современная версия оборудования российского производства по обращению с отработавшим ядерным топливом, доработанное с учетом опыта эксплуатации таких объектов на Ленинградской и Курской АЭС. Очень много интересного оборудования, оно и гидравлическое некоторое оборудование, то есть здесь есть специальные кусачки, которые работают на воде, и в случае падения УТВС могут их перекусить на днище. Самое интересное оборудование, это, конечно же, станок фрезерно-отрезной, который непосредственно перепиливает подвеску и перемычку топлива. Такое зрелищное, это кантователь, который перекручивает пучок твелов, переворачивает его кверх тормашками, чтобы его можно было захватить и перевести. Ну и такие мощные грузоподъемные элементы, как консольные краны и тележка тросовая, которые чехол для ампул достает и ставит, чтобы туда загружать топливо. Очень большие коэффициенты запасу закладывались в оборудование, чтобы при любых раскладах минимальное действие человека было внутри. Настройкой оборудования в операторской номер 2 занимаются специалисты Открытого акционерного общества электроцентра «Наладка». Уникальность этой работы заключается в точности. Здесь манипуляция происходит с точностью до миллиметра. Чтобы разделить АТВС, нужно ее распилить в точно определенном месте. Более 150 школьников, студентов профессиональных училищ и колледжей Смоленской области, Белоруссии и восьми регионов России приняли участие в третьем региональном чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Они состязались в мастерстве рабочих профессий по 20 компетенциям. Одной из площадок проведения чемпионата стал Десногорский энергетический колледж. В этом году в программу соревнований впервые включены компетенции для юниоров. Так, школьникам в возрасте 14-16 лет предоставлена возможность попробовать свои силы в конкурсном отборе по трем направлениям электромонтаж, графический дизайн, предпринимательство. В Десногорском колледже школьники пробуют свои силы в электромонтаже. Задание разработано с союзом, именно с возможностями для школьников. Задание, они используют материалы, это кабель несущая система, пластиковые короба различных размеров. Работают они с использованием средств защиты. Ребята справляются все на ура, на отлично, у них всё получается, все молодцы. В соревновании принимали участие три команды по два человека. Это ученики девятых классов из третьей и четвёртой школ Десногорска, а также Дома детского творчества. Для ребят участие в первенстве подобного уровня и масштаба – отличная возможность профориентации и освоения современных технологий. Работа для них, это, конечно, непривычная, но дети стараются, командой работают, учатся и, в принципе, получают первоначальные профессиональные навыки по электромонтажу, что в будущем, надеюсь, их определит, ориентирует на выбор профессии. Молодые кадры, они всегда нужны, тем более квалифицированные специалисты, они всегда в цене, их сложно сейчас найти. Соответственно, данные мероприятия, как бы так, привлекают со школы ещё, да, детям уже дисциплину и какие-то навыки работы. То есть, нам, как непосредственно работателям, было интересно принимать таких молодых людей, которые что-то уже умеют. Программа соревнований включает в себя и масштабную работу по профориентации среди школьников, учащихся пятых, одиннадцатых классов. Вместе с педагогами смогли не только посетить площадку, где соревнуются их сверстники, но и принять участие в мастер-классах. Для наших школьников это вызывает интерес к профессии, после чего они все вот интересуются буквально, вот посмотрите, если они везде, везде, возле каждого стола, возле каждого нашего студента, всем интересуются. Это даёт тем, что они узнают о профессиях, которые мы готовим. Мне понравилась профессия технолог воды. Я думаю, это более интересно, чем там повар, электромеханик, потому что в школе мы в основном делаем опыты, всякие уравнения, и мне это более интересно. Кроме того, в колледже работала дискуссионная диалоговая площадка, в которой приняли участие педагоги Десногорска, представители предприятий и администрации города. То, что мы сегодня наших детей настраиваем на, в первую очередь, профессиональную подготовку, рабочие специальности, поможет как и нашим предприятиям, то есть находящимся на территории нашего города, так и в целом промышленности нашей Смоленской области, ну и, соответственно, Российской Федерации. Участники круглого стола обсудили вопросы подготовки специалистов по различным моделям обучения с использованием методики WorldSkills. Кроме того, как отметила руководитель Десногорского энергетического колледжа Наталья Черных, четверо десногорских студентов принимают участие в испытаниях в Смоленске по трём компетенциям. Это сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей и электромонтаж. Победители соревнований войдут в сборную области для участия в конкурсном отборе на финале 4-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia, который пройдёт в августе в Южно-Сахалинске. Более 50 ветеранов и пенсионеров Смоленск АЭС приняли участие в спортивном празднике, который прошёл в санатории-профилактории «Лесная поляна». Каждый мог найти занятие по душе. Кто-то просто гулял по лесу, наслаждаясь свежим воздухом в хорошей компании. Много желающих нашлось пройти на лыжах, потрасти лесной поляны и покататься на коньках. Всем был предоставлен удобный спортивный инвентарь. Сегодня один из замечательных дней в нашей жизни. Наконец-то мы выбрались из засидевших диванов в лес, на лыжню, в заснеженные поля и леса. Как прекрасен сегодня день. Снегу много, лыжня катят исключительно, народу тоже много. Всех радостные и весёлые лица. Спасибо нашим организаторам за такой прекрасный день. Наша работа Совета ветеранов направлена на то, чтобы вовлечь как можно больше ветеранов в какую-то общественно полезную, либо спортивную, либо культурную деятельность. Наши начинания находят живой отклик в администрации станции. То есть у нас нет никаких проблем с решением каких-то вопросов. Нужна ли нам материальная поддержка, либо нам просто нужно какое-то организационное содействие. Мы всегда находим помощь. Как отметил директор лесной поляны Андрей Орлов, ветераны Смоленской АЭС всегда желанные гости в санатории-профилактории. Стало уже хорошей и доброй традицией санатории-профилактория ежегодно перед праздниками 23 февраля, 8 марта, проводить встречи с ветеранами Смоленской АЭС. После прогулки ветераны в неформальной обстановке за чашкой чая встретились с директором Смоленской АЭС Павлом Лубенским и главой Десногорска Андреем Шубиным. Узнали последние новости о работе атомной станции, обсудили общегородские проблемы. Десногорска, Десногорска, Десногорска Уважаемые десногорцы, напоминаем, что в продолжении всероссийского проекта «Слава Созидателям» начал работу новый сайт о нашем уникальном городе и его жителях – Десногорск67.ру. Десногорцы уже начали наполнять его рассказами о своих коллегах, друзьях, знакомых. В феврале на нашем портале «Десногорск67.ру» стартовал конкурс «Летопись Десногорска». Присоединяйтесь к его участникам. Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте и разместить свои рассказы, видеоролики и фотографии о замечательных жителях нашего города, о достижениях прошлого и настоящего. Победители и призеры получат дипломы и ценные подарки. Уважаемые десногорцы и гости города, в выставочном зале Историко-Крывеческого музея размещена фотовыставка «Объединяющая энергия атома. Россия и Франция», которая будет работать до 25 февраля. Приглашаем всех желающих. Вход свободный. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»